здравствуйте это проект афанасия пресса соответственно я вячеслав афанасьев сначала традиционная для youtube и если вы смотрите наше интервью пожалуйста подпишитесь поставьте лайк и может быть сделайте репост своих социальных сетях это нам сильно поможет youtube такую активность зрителей уважает продолжим в этом проекте мы с моими гостями обсуждаем того бешеного медведя которого россию фактически превратил владимир путин и ищем способы как нам россиянам от всего этого избавиться от образа медведя от путина соответственно сегодня мы это будем делать с легендарным человеком с константином боровым здравствуйте константин натанович здравствуйте слова конечно хочется поговорить о войне о моральной стороне российского вторжения но я хотел бы вас потиранить именно знаете как человека всю жизнь занимавшегося бизнесом вот смотрите официально пропаганда говорит о том что война стала чуть ли не драйвером российской экономики с другой стороны я перед интервью прямо сейчас посмотрел курсы валют доллар 9660 это центробанка цифры евро 103 рубля но и новость последних суток набиулина подняла ставку рефинансирования до 13 процентов а я еще помню 4 процента константин натанович что происходит ну экономика переход перешла на военные рельсы так раньше говорили фактически с приходом путина исчезла та часть рыночной экономики которая доминировала в любой нормальной экономики малый средний бизнес сегодня россия существует за счет сырьевых ресурсов энергоресурсов это единственный так сказать доход государства развития бизнеса или налоги которые бизнес платят в бюджет государству возможно когда есть условия для существования бизнеса сейчас этих условий нету и бизнес но исчезают возникли государственные корпорации которые не эффективны имманентно так сказать по структуре своей вот и они принадлежат людям из ближайшего окружения путина и газпром не эффективен и вот но собственно прибыль которая которая поступает бюджет сейчас уже даже при при санкциями придуманы некоторые хитрые схемы когда прибыль от реализации сырьевых ресурсов и не поступают центральный банк чтобы не попасть под санкции они прям там и остаются на счетах компании которые ими торгуют на западе вот ну катастрофическая ситуация понимаете россия осталась форме империи такой советской империи а это очень неэффективная форма экономической деятельности государства отсутствие самостоятельности регионов отдельных компаний такая централизованная высоко концентрированная схема управления компаниями государством она делает государство не эффектив вот но тем не менее прибыль идет причем там за триллион долларов в год чистая прибыль она накапливается в западных компаниях в западной недвижимости вот и у меня такое ощущение что все настроено на то чтобы в какой-то момент быстро уйти из россии вот этим чекистом оставив за собой ту прибыль те доходы те накопления которые сохранились но вот в западной экономике это прям вот знаете как в фильме 17 мгновений весны золото партия нужно не нам золото партия нужно тем кто придет после нас говорит там борман мюллер кто-то из них ну вот похожая ситуация но про следующее поколение вряд ли они так далеко думают но устроив украину как они надеются потом незаметно воспользоваться с этим золотом россии которые они вывезли из россии вот я вот здесь не понимаю их логику как сегодня удается крупным предпринимателям в окружении путина очень крупным людям которые вы зато владеют владеют состояниями измеряемыми там десятками миллиардов сотнями миллиардов как остается удается оставаться активными операторами так сказать экономической деятельности на западе почти все они имеют западное гражданство финская французская немецкая швейцарская ну многие из них давно уже перевезли на запад свои семьи вот это вы напрасно недооцениваете эту возможность так подождите на границе машины забирают россияна вы говорите об этих миллиардерах которые но они же не может государство европейский не знать как европейские государства европейские государства соединенные штаты знают об этом причем это размещается на западных счетах западных компаниях недвижимости вы знаете вот очень хороший признак того что все все понимают вот преследование этих предпринимателей из 90-х годов настоящих предпринимателей с точки зрения чекистов но нищих там фридман 12 миллиардов долларов ну копейки якунин перечислял себе в швейцарию в германию просто на один из проектов 30 миллиардов долларов ну практически из бюджета вот это нищие вот этот вот сегодняшняя пропагандистская компания широкая которые используют и западные государства борьба с российскими олигархами понимаете вот украинский журналист ловит фридмана на улице начинает его допрашивать насиловать а якунина ротенбергов но их не так много вот этих членов кооператива озера там условно говоря но к ним никто близко не подходит это опасно это опасно пушки убивают там час это журналистами разбираются каким-то новым способом укол каким-то средством там ну и человек начинает страдать потом либо умирает либо становится инвалидом вот это способ отвлечь внимание от действительной проблемы и при том что западные лидеры многие из них очень серьезно коррумпированы вот сейчас может быть вы знаете ну то есть вы наверняка знаете идут расследования связи с семьей байдена преступления коррупционные в европе в китае в украине вот ну нужно что-то показывать и вот показывается замороженные средства олигарха авина петя авина там 20 миллиардов долларов или там 5 миллиардов долларов и украинцы начинают потирать руки и говорит что вот ура скоро нам эти деньги достанутся значит на восстановление украины во первых не достанутся просто честно заработанные деньги а во вторых при этом отвлекается внимание от триллионов долларов триллионов не миллиардов там десятков или сотен от триллионов долларов которые размещаются скажем в на рынке недвижимости емкость рынка недвижимости скажем соединенных штатах в тысячи в миллион раз превосходит емкость рынка акций там товарного рынка вот и это конечно это заметно отслеживается спецслужбами но в пропагандистской компании используются вот эти вот нищие олигархи но они не олигархи даже олигархи это те кто влияет на власть те кто принимает решения властные ни авин ни фридман не принимают таких решений я не думаю что их особенно путина используют для военных действий для решения своих проблем но используют в полную меру для того чтобы продемонстрировать какие они ужасные эти олигархи значит раскрывается информация с помощью утечек с помощью средств массовой информации о том какие они важные какие они влиятельные хотя их конечно никто не учитывает константин антонович но вот вы сейчас перешли на такую пропагандистскую историю зачем все это делается с нищими олигархами само словосочетание звучит дико но это для меня для это делается для того чтобы скрыть реальный процесс знаете когда фокусник выходит на сцену ему нужно переложить что-то из сзади из смокинга из карманов из фалт смокинга то есть в руку или в шляпу в это время появляется ассистентка в купальнике длинноногая ассистентка вот и все бросают взгляды и в это время он спокойно перекладывает то что ему нужно потому что на него никто не смотрит абсолютно тоже самое происходит вот в пропагандистская кампания но пропаганда это все-таки она ориентирована на простого человека знаете простому человеку на все вот эти вот истории по большому счету плевать миллиарды все эти где-то там я вот одну провинциальную университетскую социологию студенты делали знаете на улице выходят спрашивают вокруг университетского главного корпуса людей у населения о приоритетах читал эту социологию и там есть два пункта индексация почаще и внимание чтобы с боевыми и извините гробовыми не обманывали вот на уровне народа то вот на уровне населения все это как выглядит понимаете вы напрасно недооцениваете пропагандистскую кампанию понимаете если то что я говорю вдруг начнут говорить конгрессмены но это будет не будет требовать доказательств многие будет сомневаться в достоверности их сообщений значительно проще говорить что-то в русле ну вот пропаганды глобальной пропаганды там скажем заявление одного из конгрессменов о том что необходимо проводить в украине выборы ну необходимо соблюдать законы вот и это абсолютно нужно соблюдать закон да нужно банальности понимаете но это вот из этого делается пропагандистская кампания которая отвлекает внимание от проблемы главной помощи украине оружие сегодня а майдан демократическая администрация морочит голову украине не дает ей необходимого оружия вот но обсуждаемые вопросы вокруг так сказать украины они никак не соотносятся одно вот с реальными событиями реальными потребностями обсуждается нужно ли не нужно проводить выборы в украине обсуждается вопрос коррупции в украине причем очень широко и настойчиво туда вот и в коррупции во время войны ну возможно там что-то есть что-то происходит но все таки ну не на глобальном уровне вот значительно больше было коррупции до войны когда фактически все оружие которое было на территории украины продавалась направо налево во все страны мира тогда на это никто не обращал внимание ну то есть пропаганда это знаете как это вот как говорят люди это новая нефть пропаганда это новый инструмент ведения войны это новое оружие и очень эффективно и это открытие последнего времени то что оказалось что информационная война значительно более эффективно продуктивно чем война но обычная горячая тогда давайте займемся контр пропагандой я вот очень люблю потому что в силу своей профессии журналисты я часто занимался пиаром и контр пиаром то есть понятно когда человек обливают грязи и грязи и ты пытаешься его спасти контр пропаганда в этой ситуации это например дать в том числе и россиянам и может быть здешним политиком понять что будет с россией если она например она будет дальше продолжать войну это я возвращаюсь к той социологии которая показывает тотальную поддержку специально военной операции и путина простым населением вот что будет например вам как экономисту как финансисту обращать что будет с рублем дальше что будет с экономикой дальше военные рельсы на которую вы сказали она перешла это благо для российской экономики или это или это не хочу ругаться или это все конец российской экономики 13 процентов ставка рефинансирования которую сделала набиуллина давайте подумаем теперь сколько будут стоить кредиты ипотеки вот я о чем хочу поговорить сегодня вот именно через контр пропаганду который вы сейчас упомянули да значит повторюсь хотя этого вам говорил а государство в такой форме вот в имперской существовать не может и это неважно уже ставка рефинансирования перед распадом государства дезинтеграции это же перед распадом советского союза тоже были там какие-то явления экономические политические попытки сдержать этот распад вильнюсе в тбилиси это пароксизм и так сказать это знаете больше уже похоже на то что происходит с трупом когда он там начинает дергаться или сильно больным человеком это уже не очень важно россия не может существовать вот в этой нынешней форме когда путин очень красиво дает указание сантехнику поставить новый унитаз во владивостоке в семье там петровых вот и все аплодируют восхищаются его прозорливостью его озабоченностями вот но это видимо прошу прощения можно я с вами поспорю вот смотрите давайте вспомним российскую империю наверное я к вам просьба слава давайте так я заканчиваю фразу а потом я не перебиваю вас я ни разу еще не перебил вас вот значит а ничего страшного не существует оснований для существования этого государства это государство исчезнет на его месте образуются новые государства может быть десятки совершенно необязательно демократических государств это же ведь еще и продолжение процесса распада советского союза путин попытался реконструировать россию в форме вот этой маленькой перри маленького советского союза то вот и этот кусок теперь тоже распадется большой кусок советского союза который назывался по недоразумению россии он тоже распадется как советский союз зря я пытался вас перебить потому что по сути вы ответили на мой вопрос но а как вы думаете как это будет происходить по срокам и война в украине это просто спусковой крючок или она что-то большее для того чтобы появилась вот эта новая конфедерация федерация я не знаю территории независимых государств вот насколько это реальный проект война в украине это спусковой крючок был бы спусковым крючком если бы не усилия администрации демократической партии спасти путина по существу война была начата по согласованию по согласию демократической администрации также как четырнадцатом году а было принято решение серьезное сложное политическое решение уступить путину тогда отдать крым а 24 февраля но до этого за полгода до этого когда начались переговоры с путиным еще в октябре в ноябре было принято решение уступить ему позволить ему оккупировать всю украину это же решение очень многих проблем проблем связанных с нестабильностью в европе нестабильностью поставок энергоресурсов сырьевых ресурсов политической нестабильности нестабильности взаимоотношениях между украиной россии вот путин как с крыма приходит оккупирует ставит свою во главе свою администрацию зеленский в эмиграции в лондоне или наверное в лондоне вот и все в порядке стабильность наступает стабильность которая всех устраивает ну во первых путина во вторых демократическую администрацию подумаешь там украина какая-то украинцы которые хотят быть такой же свободной стороной как соединенные штаты мало ли чего не хотят рассуждая демократическая администрация нам вот в этой глобальной игре нужна стабильность нужно чтобы путин успокоился продолжал чтобы это бензоколонка продолжала продавать бензин всему остальному миру вот это не получилось то есть зеленский совершил преступление против того мира который защищает байден демократическая администрация он не согласился с их планами и граждане украины тоже граждане белоруссии тоже могли не согласиться им очень сильно значит тихановская помогала согласиться с лукашенко но если бы она взяла руль в руки это дело если бы были организованы серьезные протесты серьезно сегодня не было бы этого лукашенко или он был бы в россии вот то что происходит сегодня в украине это по существу переходной процесс который пытаются американцы ну демократическая администрация стабилизировать вот эти ограниченные поставки оружия ну это попытка заставить украину смириться с частичной оккупации ее территории успокоить эту так сказать ситуацию продолжаются переговоры с путиным насколько я понимаю путин вполне удовлетвориться захваченными территориями ну на время во всяком случае это устраивает демократическую администрацию там дальше начинаются более сложные процессы они могут отойти от власти и к власти придут республиканцы и это традиционалисты это люди которые действительно защищают свободу и демократию во всем остальном мире не имитируют ее так сказать защиту как байден демократы а действительно защищают вот но это уже там другой процесс об этом сейчас все думают в кремле я уверен это проблема номер один просчитывается у них хорошие экспертные группы они просчитывают варианты и из того что протекает наружу видно что они пытаются обдумывают разные варианты в том числе и радикальные использование ядерного оружия при этом не планируется это точно вот во всей этой схеме тогда все таки я хочу понять два момента во первых почему война продолжается вопреки как я понимаю воле путина и воле администрации соединенных штатов судя потому что вы говорите потому что я предполагаю что эта операция должна была быть более компактной во времени менее людскими потерями затратная а во вторых что дальше то будет если вы говорите что сейчас та же самая европа и америка цивилизованный мир очень хотели бы иметь не путина единого представителя россии а то что вы сказали какое-то количество субъектов на территории россии независимых этого никто не хочет это ваша ошибка а кто не хочет распада советского союза не хотел никто не хочет распада россии это сложный переходной процесс надо вот эти охранники губернатора бывшие охранники путина с четырьмя классами образования и совершенно непредсказуемы они начнут бороться друг с другом за территории за ядерное оружие за обладание а конвенциональным оружием а это сложный за экономические какие-то ресурсы сложный переходной процент почему это получилось хороший вопрос вы задали а там при том что никто этого вроде бы и не хотел это получилось просто на мировой сцене вдруг появился очень сильный политический игрок это украина украина которая начала формулировать цели и задачи государственные как независимое государство этого никто не учитывал не байден и европейцы вот и если вы вспомните перед войной перед началом войны когда украина начала очень серьезно готовиться просто к войне соединенные штаты пытались препятствовать поставкам вооружений на территории украины ну демократическая администрация при обаме это была концепция сформулированная очень четко никакого смертельного оружия на территории украины то есть украину собирались сдать но вот как крым просто бесплатно путина без усилий и когда трамп начал поставки джавелинов а потом тоже перед войной начали поставки противотанковых средств защиты великобритания это вызвало гнев демократическая администрация демократической партии это нарушение концепции нарушения идеи так сказать ну установок что ли вот и с этим боролись и понимаете как тут оказалось вот есть нато да есть основные участники нато соединенные штаты там германия франция оказалось что есть еще такой восточный блок нато это польша страны балтии у них совершенно другие представления россии нынешней о путине это то что в свое время я этот вопрос задал ландсбергесу там почему к нам не серьезно относятся к тому что мы предупреждаем об опасности имперского развития россии он сказал что нас считают инвалидами коммунизма нам не верят вот и вот этот новый восточная часть блока нато он совершенно другой и лидером этого блока по существу де-факто является украина понимаете она не член нато но она в такой степени связана с польшей теперь со скандинавскими странами со странами балтии что она по существу реализует но вот эти лидерские задачи вот все говорят там украина вступит в нато не вступит примут не примут украина уже давно член нато она воюет другое дело что и никто не помогает она воюет в одиночестве она сражается с этим диким зверем в одиночестве и побеждает ну кстати да побеждает причем красиво вспоминаю что они устроили тут в крыму совсем недавно с 400 уничтожена подлодка боевой корабль и российский повод даже понять и по моему не успели сообразить что произошло но я все-таки хочу вернуться к экономической составляющей для россии уже вот чуть-чуть по-другому учитывая наш разговор а есть какой-то маркер какое-то событие или что-то что позволит нам всем понять что все вот вот после этого россии не будет после этого россия свернет вот эту бесконечную операцию бессмысленную же совершенно точно и после этого у нее не будет даже такой закулисной поддержки а которой сейчас вы говорили высокой поддержки она же страшно думайте какая консолидация против кого и как это украина выставил выстаивает против таких двух огромных сверхдержав ну понимаете все таки надо быть честным позиция демократической администрации о том что нельзя допустить разгрома путина там произносится тут же все необходимые слова необходимости сохранения свободы в украине демократии в украине поддержки украины хотя военная помощь снижается очень так сказать сильно заметно вот маркер маркера нету потому что это все может существовать очень долго и очень одно относительно эффективно понимаете россии позволяют сегодня накапливать вот эти ресурсы огромные позволяет администрации соединенных штатов демократическая администрация россии позволяют обходить санкции легко через иран через огромное количество компаний которым разрешено не возвращать прибыль центрального банку они остаются на западе на западе же приобретают там необходимое оборудование санкции действуют но они действуют очень формально понимаете расследуются финансовые потоки финансовые инструменты но тоже очень формально в основном это вот там фридмана и петю авина расследуют как они посмели там оставаться на территории россии когда там такой ужасный режим был вот это может вся эта схема может существовать очень долго она существует благодаря поддержке демократической администрации только если эта поддержка исчезнет если к власти в соединенных штатах придет республиканская администрация просто поддержка исчезнет вот эта вся история начнет развиваться ну по совершенно другому сценарию абсолютно неблагоприятному для путина а давайте поэтому если если вы хотите маркер маркер 7 ноября двадцать четвертого года выбора в соединенных штатах зависимости того каков будет результат значит зависимости от этого будет развиваться не только ситуация с украиной с миром вообще кстати вчера какой-то крупный федеральный канал американский я имею ввиду то ли фокс то ли не буду брать показывал предварительные опросы так вот 39 и 39 выбирает демократический лидер и республиканский лидер если бы выборов сейчас в америке президентские выборы происходили прямо сейчас остальные пока не определились что шанс того что что-то изменится будет великим знаете 16 году меня даже почему-то обвинили что я поддерживаю демократическую партию хотя я как лидер антикоммунистического альянса не мог бы поддерживать ее я сказал тогда что вот cnn провела опрос это было прямо перед выборами может быть за пять дней и в соответствии с этими опросами хилари клинтон обгоняла трампа на восемь десять процентов и я повторял это где-то в интервью сказал что вот ну как бы нам сильно не хотелось чтобы республиканцы пришли к власти но вот социология такая и это была пропагандистская компания понимаете вот то что вы сейчас говорите там по тридцать девять процентов но абсолютно больной джо байден повязанные коррупционными связями уже так сказать начинается процедура импичмента не придуманная какая-то настоящая и говорить что у него такой же рейтинг как у трампа как у республиканцев но продолжается пропагандистская компания кстати говоря это очень опасное явление для соединенных штатов и это признак социалистов власти пропагандистская компания не успехи в экономике которые компенсируются пропагандой нету украинский журналист вдруг не поверил когда рассказывал что повышение цен на бензин высокую инфляцию джо байден объяснял действиями путина войной в украине и журналист сказал неужели это возможно было ну так вот откровенно врать людям я говорю ну да вот эта пропаганда пропаганда социалистов сейчас их республиканцы называют уже просто коммунистами вот но это уже детали это пропагандистская компания действующие везде одинаково социалисты приходят к власти экономические политические преобразования не удаются они включают пропаганду включают цензуру мы с вами видели эту цензуру ну в таком неприглядом неприглядном виде там фейсбук твиттер просто понимаете я рассчитываю что когда нибудь все таки это будет расследовано потому что это преступление против страны против общество начали мы с вами разговор с пропагандой в россии закончили разговор заканчиваем разговор пропаганды в соединенных штатах и посередине всего это вот это вот убийство которое ежедневно происходит в украине территории этой бедной страны и что вот до 7 ноября кажется да до выборов президента вы не видите никаких изменений стратегических во всей этой истории в войне ну она поддерживается подпитывается эта война путину помогают значит у него действительно не так безграничные ресурсы как они были в начале войны действительно санкции очень слабо но все-таки действуют россии в изоляции находятся знаете если нордстрим 2 приходилось останавливать трампу очень резкими заявлениями вторичными санкциями которые были кстати немедленно отменены байден вот то теперь просто изоляция происходит за счет того что ну всему миру понятно что такое режим в россии уже мне не надо доказывать как я это делал там в конгрессе соединенных штатах на слушаниях в 2003 2005 году я доказывал конгрессменам что происходит возрождение империи в россии мне не верили говорили что я морочу голову там председатель комитета по безопасности конгресса говорил мне константин зачем ты нас обманываешь путин наш друг вот а теперь не надо уже этого доказывать то есть часть работы с меня слава богу сняли теперь уже всем более менее ясно что вот это так что это империя что она в изоляции и что иметь с ней дело ну просто для имиджа собственного опасно но тем не менее вспоминаете знаменитую празу никсона или трумана самоса сукин сын нож но он наш сукин сын вот я так понимаю что сейчас вот какая-то вот такая ну чуть интерпретированная но логика действует в отношении путина до примерно так демократическая администрация продолжает переговорный процесс с путиным продолжает сдерживать украинские силы вот и когда собственно формально же ведь они призывали украину контрнаступлению и не давали оружие когда украина вдруг начала это контрнаступление накопив немного оружия вот то очень резко снизилась поддержка украины именно вооружением и возникла тема коррупции в украине понимаете такая очень серьезная тема это обсуждается там билл гейтс начал выступать с этой темой говорите там но многие другие говорить о коррупции в украине вот все сложно мир устроен сложно и меня расстраивает сегодняшняя высокая степень непрофессионализма администрации телецкого очень высокая степень и отсутствие необходимых действий по контактов по контактам с республиканцами вот ну что есть то есть тут ничего не поделаешь там другой другого президента украины нету и не будет это все-таки была серьезная победа серьезное изменение в позитивную сторону то что народ украины устал от тех кто морочил ему голову и выбрал зеленского тяжелое какое-то впечатление от разговора другой стороны знаете честно диагноз это всегда лучше чем похлопнули по плечу и уверением не волнуйся все в порядке все в порядке все пройдет хочу хочу добавить пессимизма если вы позволите совершенно не очевидно конечно совершенно не очевидно успешное противостояние агрессии значит сейчас очень сильно очень усилилась мобилизационная таска деятельность путина очень усилилась в ближайших государствах русскоязычное население и нерусскоязычное просто скупается платится там в северном казахстане абсолютно депрессивном регионе вдруг вывешиваются предложения о четырех тысячах долларов просто за согласие так сказать на мобилизацию плюс ежемесячная зарплата тысяча с чем-то долларов но это как нам с вами там предложить там миллионы долларов понимаете переговоры с северной кореи с китаем достаточно успешны вот это вар оружие середины двадцатого века она начала поступать в украину в россию и будете собирается еще и своих людей туда отправлять и своих людей отправлять и результатом всего этого может быть полная оккупация украина во всяком случае мы должны это учитывать такую возможность и а то что зеленский сегодня делает недостаточно для предотвращения такого сценария меня очень расстраивает но реальный реальный сдвиг лучшую сторону возможным только после выборов президента соединенных штатов я правильно а радикальный сдвиг возможен после отхода от власти нынешней демократической администрации которая с октября ноября двадцать первого года да сейчас у нас двадцать третий война началась двадцать второго двадцать первого года находится в переговорном процессе с путиным довольно интенсивном переговорном процессе тогда сальван бернс там многие другие ездили в кремль экспертные группы работали с кремлем и принимались вот эти решения опасные для мира на самом деле но очень полезные для сохранения власти демократической администрации в соединенных штатах информация для размышлений для большого серьезного анализа спасибо большое константин на то есть за что вот поверьте есть за что как говорится будем думать гостем проекта афанасьев пресс был легендарный человек пониматель политик диссидент константин буровой мы начали вроде бы говорить не как с экономистом в экономике войны а вышли на политику войны те выводы которые только что были озвучены тяжелые выводы украинцы ребята держите все что могу сказать это был вячеслав афанасьев проект афанасьев пресс всего доброго